Здравствуйте, меня зовут Юлия. Сегодня показываю свой заказ по каталогу Фоберлик номер один. Сейчас уже действует второй. Как всегда, есть акция с подарками для новичков. Внизу в описании под видео ссылка на регистрацию есть. Скорее всего, не буду делать заказ по этому каталогу. Я взяла те средства, которые меня интересовали в первом каталоге, но остальное буду по необходимости добирать уже в третьем. Наверное, нужно будет пополнить запасы бытовой химии. Уже я тогда через месяц буду делать новый заказ. Я уже собрала корзину для того, чтобы оформить свою покупку. И тут мне Фоберлик отправил такую информацию, что есть подарок к моему заказу. Была очень небольшая пороговая сумма для его получения. У меня весь заказ вышел на 1161 рубль вместе с доставкой. Поэтому я быстренько забросила себе в корзину еще вот такой набор для ухода за волосами из зимней серии. Маска 200 мл, бальзам 200 мл и шампунь 250 мл. Они сейчас уже распродают в каталогах эту серию в ближайших, так как сезон заканчивается зимний. Ну, я думаю, что решили сделать вот такую акцию с подарками для покупателей. Шампунем я недовольна. Я его один разочек протестировала. Я думаю, что я все эти средства отдам. У меня в семье их используют. По консистенции не особо густой. Вот такой вот беленький шампунь с немножечко таким навязчивым ароматом. На мой взгляд, он сушит длину волос и недостаточно промывает корни. Поэтому для меня он не подошел. Масочка мне понравилась больше. Она довольно-таки густая по консистенции. Аромат у них идентичный. Красиво так блестят там какие-то частички мерцающие. Но ничего особенного. За рубль здорово. Сама бы я такую серию не купила. Но тем не менее приятно подарочек получить. Для ухода за полостью рта очередной раз беру силиконовые щетки. Они стоят 99 по каталогу. 79 моя цена. И также тоже уже не первый раз я показываю ополаскиватели серии Эксперт Фарма. Он стоил 159 моя цена. 199 по каталогу. Здесь 250 миллилитров. Он не содержит фторм. Он не термоядерный. Я решила взять в запас, пока хорошая цена была. Взяла себе колготы. Для меня это тоже новинка. В горошек с люрексом 20T. Стоимость по каталогу 399. И моя цена была 319. Они идут с шортиками. Я беру троечку. Я их уже распаковала, чтобы показать, как они выглядят. Наверное, здесь будет видно. Здесь такие разного диаметра горошинки с ниточкой люрекса. Не знаю уж, куда я... Когда мне предоставится какой-то случай, чтобы их поносить. Но в любом случае очень захотелось мне купить. Мне, кстати, понравился еще один дизайн. Найду я сейчас, это быстро или нет. Дизайн там с сердечками. Вот они колготы, эти фантазийные. Вот такие мне понравились с сердечками. Остальные рисунки понравились меньше. Ну вот с горошками в каталоге выглядит вот так. Здесь не особо видно, что есть какой-то люрекс. И бытовая химия. То, что я хотела попробовать уже долгое время. Некоторое время назад вышла вот такая серия бальзамов с депантенолом. Я выбрала с ароматом клубники и сливок. Действительно очень приятный конфетный аромат. Здесь стандартный объем 500 мл. Стоимость была 119 мл. Моя и по каталогу 149 мл. Надеюсь, что мне понравится. Возможно, потом еще куплю с миндалем. Другой аромат попробую. И два кондиционера из серии Грингли для пелья. У них была стоимость 179 мл. По каталогу 143 мл. Моя цена была. Цветочный и восточный. Сразу скажу, что меня насторожил тот факт, что они такие густенькие эти кондиционеры. У меня была такая проблема с тем, что они прям вот сворачивались и становились очень густыми. с кондиционерами из серии Хоум. Но потом эту проблему решили. Я, в общем-то, в последнее время их покупала и не было таких вот моментов. Но здесь действительно консистенция немножечко такая неоднородная, густая. Уже сейчас. Не знаю, что будет с ними дальше. Вот пока они свежие. Может быть и ничего. Надо побыстрее их использовать. Цветочный имеет аромат очень такой интенсивный. эфирного масла болгарской розы. Мне этот аромат не понравился. А вот восточный напоминает, наверное, такой классический ленор. Но более, такой более сдержанный, более нежный. Не бьет в нос. Даже прям, если из бутылки протестировать. Посмотрю, пока по одному разу я их использовала. Если я ими останусь все-таки недовольна, я вернусь к кондиционеру для чувствительной кожи из серии Хоум. Но все равно протестировать мне будет интересно. Вот, кажется, все я и показала. Это весь мой небольшой заказ на 1161 рубль. И внизу в описании под видео я, как всегда, оставлю ссылки на все товары. Пишите свои отзывы. Может быть, что-то вы из этого пробовали, из этих новинок. С удовольствием почитаю. Как всегда, благодарю вас за внимание. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует...